Оппозиция в парламенте. Такое нововведение Мажорец сегодня утвердил с закона. Документ разработан в соответствии с поручением главы государства, данным на втором заседании Совета общественного доверия. Для того, чтобы на законодательном уровне закрепить нововведение, были внесены изменения и дополнения в закон о парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов. Парламентское большинство и парламентская оппозиция. В документе ярко выражены два этих понятия. С этих пор в любом вопросе будет учитываться мнение не только большинства, но и мнение несогласных депутатов. Сегодня в соответствии с установками президента страны Хасамжамарта Кемилыча Тухаева сделан еще один очень важный шаг в укреплении демократии в нашей стране. Законодательно закрепив само понятие парламентской оппозиции, мы открываем принципиально новую страницу в истории казахстанского парламентаризма. Можно сказать, что этим законопроектом положено начало очень значимого и необходимого процесса по формированию института парламентской оппозиции. Права и обязанности оппозиции четко выражены в законе. Представители оппозиции вправе быть избранными председателями постоянного комитета. Также раз в год оппозиция имеет право проводить парламентские слушания, утверждать повестку дня правительственного часа, в случае неподдержки с их стороны предложенного законопроекта предложить свою альтернативу. Мы считаем, что предложенный законопроект является твердым гарантом формирования парламентской оппозиции и партийных дискуссий. Это важный шаг в сторону демократического развития страны. Узаконивание парламентской оппозиции – это шаг навстречу демократии. Появление оппозиции в парламенте – это не противостояние действующей власти, а забота о мнении народа. Мы еще не привыкли к такому слову, как оппозиция. Такое понятие, как парламентская оппозиция – переворачивает наше мировоззрение, меняет наше мнение о демократии. Если будет учитываться мнение меньшинства, это поможет сделать много полезного для улучшения благосостояния простого народа. При распределении бюджета будет учитываться мнение парламентского меньшинства. Это повлияет на улучшение уровня жизни разных социальных групп в нашей стране. Таким образом, волнующие общественность дилеммы будут обсуждаться не на улице, а в стенах парламента. Документ был одобрен и отправлен на рассмотрение Сената.